Друзья, всем привет! Как вы уже поняли по названию ролика, сегодня мы будем разбирать рейнджовер Ивок перед покупкой. И, готовясь к этому ролику, я опирался на вопросы от реальных владельцев Land Rover, которые хотят пересесть на Ивок. Либо от тех клиентов, которые нам звонили и спрашивали про проблему этого автомобиля, на что обратить внимание перед покупкой, и все его болячки хотели узнать. И сегодня я постараюсь ответить на все эти вопросы, поскольку мы сервис, который обслуживает эти автомобили каждый день, я отвечу на главный вопрос. Сколько стоит обслуживание и содержание рейнджовера Ивок? И первое, с чего начнем, это двигатели, которые устанавливаются в Ивок. Итак, в 2011 году автомобиль выходит на рынок и устанавливается 2,2 дизель, который ставился до этого во Freelander. Про двигатель поговорим чуть позже, по его основным проблемам, пока расскажу про обслуживание. Этот двигатель был представлен в двух степенях форсировки на 150 и 190 лошадиных сил. Разница в крутящем моменте была незначительная, это 400 и 420 ньютон на метр. Очень тяговитый и проверенный временем мотор состоялся с 2005 года, периодически какие-то компоненты модернизировались, в том числе навесное оборудование, свечи накаливания, топольная система. Мотор зарекомендовал себя как очень надежный, действительно надежный. У нас есть экземпляры Freelander, которые прошли полмиллиона, есть Ивок, на котором пробег 300 тысяч, и мотор ходит верой и правдой. И второй мотор, который сюда устанавливался, помимо дизельного, это бензиновый двухлитровый эко-буст. Это известный мотор производства Ford на 2 литра, 240 лошадиных сил. И к этому мотору вопросов гораздо больше, чем к дизельному. Поэтому совет номер один, если ищете Ивок на вторичке, присмотритесь к дизелю. И самые большие вопросы к эко-бусту связаны с топливной системой, в основном это с турбиной, с форсунками. Кстати, про турбину ролик снимали, можете посмотреть, почему машина может не ехать, при этом не сообщать никаких неисправностей. И также проблема с самим двигателем, блок цилиндров, головки. Ну, в общем, мотор этот крайне не то чтобы неудачный, просто он высоконагруженный и очень дорогой в обслуживании. Основные проблемы, посмотрим на подъемники, по ценам все расскажу. И сейчас про коробки передач. В 99% случаев автомобиль оснащался автоматической коробкой передач. С 2011 по 2015 год состоялся исключительно 6-ступенчатый автомат i-Syn, который до этого устанавливался у Freelander. Опять же, за все это время он периодически дорабатывался, но все эти конструктивные изменения, так или иначе, не сказались на обслуживании или размере коробки. Все то же самое менялось только внутрянка. С 2015 года, пока не пришел рестайлинг Evoka, пришла уже новая коробка. Коробка 9-ступенчатый ZF, по размерам сопоставима с 6-ступенчатым i-Syn, но имеющая ряд своих конструктивных преимуществ и недостатков. Они, опять же, чуть позже. Самое главное, что про нее можно сказать. Коробка получилась очень удачная, она действительно экономичная, она очень хорошо влияет на динамику автомобиля, на разгон, на экономию топлива. Но есть один большой такой просчет, это конструктивный. При приключении передач со второй на третью у нее происходит небольшой толчок, ощутимый. И в 2016 году появляется рестайлинговый Evoka, у него меняется оптика, меняется немножко интерьер и меняется силовая установка. Двигатель будет ставиться и бензиновый, и дизельный, собственной разработки, линейка так называемой Ingenium. Пока про эти двигатели мало что можно сказать, большинство из них находится на гарантии, какой-то наработки, как с этим двигателем, десятилетней, еще нету. Но в целом, в общем и целом, эти моторы достаточно надежные. Ну а далее, как вы все знаете, в конце 2018 года появляется абсолютно новый Evoka, и это уже совсем другая история. И сегодня мы, как вы уже поняли, поговорим про, на мой взгляд, самый бескомпромиссный вариант, это 2.2 дизель и девятиступенчатый ZTF автомобиль 2015 года выпуска. Так как обслуживание автомобиля это в основном замена масла в двигателе и фильтров, то есть техническое обслуживание, которое в зависимости от пробега вам придется выполнять, ну, в среднем, либо раз, либо два раза в год. Итак, обслуживание этого двигателя 2.2 дизель, ТО типа А, без топливного фильтра, с заменой масла, масляного фильтра, фильтра салонного, фильтра воздушного, обойдется в 11 тысяч рублей. Это, опять же, при условии, что расходы материала все будут оригинальными. ТО типа Б, с заменой топливного фильтра, обойдется в 14 тысяч 500 рублей. Если мы говорим про двухлитровый EcoBoost, его обслуживание стоит в среднем 11 тысяч 500 рублей. Это меняется с масла в двигателе, также фильтр масляный, салонный, воздушный, топливный фильтр там не меняется, поскольку это бензинный двигатель. Далее, семейство моторов Ingenium, если мы говорим про бензиновые и дизельные двигатели, без замены топливного фильтра, обслуживание стоит примерно 13 тысяч 800 рублей. Если с топливным фильтром, то 17 тысяч 900 рублей. Как видим, новые двигатели чуть-чуть дороже в обслуживании, опять же, связаны с тем, что расходы материала на них будут чуть дороже. И что мы видим? Что наш самый бескомпромиссный вариант 2.2 дизель по обслуживанию будет стоить как 10-летний Freelander, что, в принципе, делает доступным марку Range Rover и самый маленький его компактный автомобиль. Это те самые деньги, которые вы будете отдавать либо раз в год, либо раз в два года, стандартное обслуживание, без каких-то дополнительных работ. Ну и раз уже заговорил про обслуживание двигателя, расскажу про обслуживание коробки. Масло в ней меняется либо раз в 65 тысяч, либо каждое пятое ТО. Меняется 4 литра. И если это шестиступенчатый автомат, то замена масла обойдется в 17 тысяч рублей. А если это девятиступенчатый ЗТФ, то замена масла обойдется примерно в 11,5 тысяч рублей. Опять же, повторюсь, раз в 65 или каждое пятое ТО. Но опять же, все зависит от эксплуатации. Если вдруг появляются какие-то пинки или ненадлежащая работа автомата, иногда это масло приходится поменять чуть раньше. Но в среднем цифры такие. Да, друзья, учитывая экономическую ситуацию в стране, все цифры, которые я называю, это на сегодняшний день, февраль 2019 года. Ну что, с основой познакомились, под капотом больше смотреть не на что. Разве что можно сказать про антифриз, который меняется раз в 10 лет, про аккумулятор, который, если родной, прослужит 6-8 лет. Сюда заглядывать, в принципе, вам не придется, разве что, доливать омывающую жидкость. Далее посмотрим автомобиль снаружи. Ну и первое, с чего мы начинаем, это, естественно, оружие освещения. Проверяем все фары, чтобы работали все светодиоды на дневных ходовых огнях, чтобы работали лампочки. Это все очень важно. Также посмотреть на предмет запотевания каждую фару и на предмет ее ремонта. Возможно, автомобиль был в аварии. Далее переходим к зеркалам, которые должны складываться при постановке на охрану, и к ручкам дверей. Здесь очень важный момент на этих автомобилях. Первая болячка – это замки. Он периодически может либо не закрываться, либо не открываться. Поэтому, мало того, что проверяем работу без ключевого доступа, так еще и сам замок. Желательно автомобиль закрыть, если стоит функция без ключевого доступа, то отойти с ключом подальше и проверить. Не открывается ли дверь? Потому что в случае неисправности замок придется либо менять, либо ремонтировать. Цена замены от 12 до 15 тысяч, в зависимости от двери, передняя или задняя. Цена ремонта примерно 6 тысяч рублей. Но, тем не менее, это тоже деньги, поэтому обязательно это проверьте. По задней части абсолютно все то же самое. Проверить каждый фонарь, например, от работы светодиодов, чтобы он не был запотевшим. Чтобы работал верхний стоп-сигнал, опять же, он светодиодный, нужно кого-то попросить нажать на тормоз, например, проверить дорожку. Задний омыватель, задняя щетка стеклоочистителя. В нашем случае стоит омыватель камеры. Мы ставили на этот автомобиль. Ролик можете посмотреть по ссылочке. Интересная вещь и очень удобная, кстати. И на этом автомобиле стоит электропривод двери багажника. Если такая опция стоит, то нужно проверить, как работают амортизаторы. И проверить, есть ли в крайней точке у багажника люфт. Это будет связано с тем, что какой-то из амортизаторов может выйти из строя. В нашем случае все работает. Кстати, как ни странно, на двери багажника у Ивока вот эти вот веревочки, которые делают декоративную полку. Такой достаточно расходный материал. Они часто обрываются, часто ломаются скрепления здесь. Стоят все копейки, но опять же проверить можно. Веревочек должно быть две. Ну что, с внешним видом, пожалуй, все. Сейчас перейдем в салон и посмотрим, что должно работать в салоне. Итак, пару слов о необходимости проверки в салоне. Первым делом запускаем двигатель, само собой. И проверяем все кнопочки, каждую кнопочку. Как бы это смешно и примитивно не звучало, но это нужно сделать для того, чтобы удостоверить, что все системы работают. Даже компьютерная диагностика может чего-то не показать, что какая-то кнопочка не работает. Поэтому проверяем переключение радиостанции на руле. Проверяем работу обогрева руля, подогрева сидений каждого. Климат-контроля во всех диапазонах. Кстати, про климат-контроль. Очень частая проблема на Ивоках, ну, как частая, наверное, опять же, связанная с возрастом, это шум от моторчика климатической системы, от вентилятора-отопителя. Вот, кстати, в нашем случае небольшой звучок присутствует, но это пока не так критично. В самых крайних уже положениях он начинает так виблировать, что кажется, что вся торпеда трясется. Поэтому это нужно проверить. Каждый диапазон обогрева. Все это проверяем. Далее проверяем работу режима Тирайн Респонс. Каждый режим должен дублироваться на основном экране. Опять же, если система работает, все это будет показываться вам здесь. Режим спуска с горы активируется. Также дублируется все на основном экране. И щелкаем коробку во всех диапазонах. Задняя, нейтральная, драйв. Опять же, если присутствуют какие-то жесткие пинки с железными ударами, это будет говорить о том, что коробка в скором времени даст о себе знать. Так или иначе. Опять же, с помощью селектора можем проверить работу патроников. Вот, в нашем случае все работает. Также у нас стоит, например, камера, обыватель камеры заднего вида. Ее работу также можно проверить. Не выходя из машины. Все умывается, все работает. Кстати, по поводу селектора коробки передачи. Это та деталь, которая может заставить вас очень сильно понервничать. Возможно, даже не один день провести с автомобилем. И связано это с тем, что он в один момент может заклинить. Либо в таком положении, либо в положении паркинг, драйв и так далее. Либо может просто шайбы не выезжать. Вот, как в нашем случае, механизм сломан, оказался. И эта штука не ремонтируется. Она полностью вся завальцованная, запаянная. Отремонтировать ее не получится. А цена ремонта, цена замены этого модуля, переключения коробки передач, на сегодняшний день порядка 35 тысяч рублей. Также не забудьте проверить электропривод всех сидений. Вот, например, движение вперед, назад и раскладывание спинки. Ну и в завершении проверяем все стеклоподъемники. Если стоит люк, проверяем, как работает люк. Опять же, напомню, что все стекла на Ивоке с доводчиками. Каждая и передняя, и задняя. Все это проверяем. И вместе с вами сейчас поедем в цех и посмотрим на самое интересное. На автомобиль снизу и на самые большие расходы, которые вам предстоят. И начнем мы наш осмотр с тормозной системы. Тормозные колодки или диски на этом автомобиле приходят к замене в среднем 340 тысяч километров. Если мы говорим про колодки, тормозные диски в среднем входят порядка 60. На нашем экземпляре на 30 тысячах были заменены и передние и задние колодки. Диски еще стоят родные, но, скорее всего, к следующей замене диски нужно будет также поменять. Теперь перейдем к самому основному, к ценам. Сколько все это стоит? Передние тормозные колодки и диски. Оригинал, неоригинал. Список достаточно большой. Я выписал все на листочек. Поэтому, с вашего позволения, зачитаю вам, чтобы быть достоверным в данных. Передние тормозные колодки, оригинальные, вместе с заменой. 11 тысяч 800 рублей. Неоригинальные, производство ТРВ, 5200 рублей. Это все под ключ вместе с работой. Задние тормозные колодки, оригинальные, 10 тысяч 300 рублей. Неоригинальные, 4 тысячи 700 рублей. Если мы говорим про передние тормозные диски, в оригинале они стоят 9 тысяч 800 рублей. В неоригинальные ТРВ 8 тысяч 700 рублей. Разница здесь не очень большая. По задним тормозным дискам все немножко получше. Оригинальные стоят 14 тысяч 800 рублей. Неоригинальные стоят 7 тысяч 800 рублей. Итого, на круг, если вдруг придется менять все это по кругу, оригинальные обойдутся в 47 тысяч рублей. Неоригинальные ТРВ в 26 тысяч 500 рублей. Разница практически в два раза. Также к тормозам имеет отношение и тормозная жидкость, которая на этих автомобилях меняется раз в три года. Если мы говорим про оригинальную жидкость, это 3 тысячи рублей. Если неоригинальные, 2 с половиной. И еще немного цифр по колодкам. На автомобиле с 16-го года выпуска, уже рестайлинговой, устанавливается другая тормозная система. Она больше похожа на Discovery Sport, и там стоят тормозные датчики износа тормозных колодок. Итак, тормозные колодки передние обойдутся в 8 тысяч 100 рублей. Тормозные колодки задние обойдутся в 8 тысяч 72 рубля. Тормозные диски передние в 16 тысяч 390 рублей. И тормозные диски задние в 14 тысяч 800 рублей. Ну что, а теперь поднимем автомобиль до конца, снимем все защитки и посмотрим на самое интересное. Итак, перед нами двигатель и коробка. И, как известно, двигатель меняется не только масло и масляный фильтр, и у 2.2 дизеля, как я говорил, есть несколько проблем. И все они связаны с течью масла. По течи масла у этого двигателя течет либо нижний поддон, либо его удлинитель поддона, постель картера. Он стоит и тот, и другой стоит на герметике, их приходится переплотнять и ставить на новый герметик. Также течет задний сальник коленвала, и можно заметить на стыке коробки двигателя следы масла двигателя. Опять же, коробку нужно снимать, чтобы поменять задний сальник коленчатого вала. Проблема эта практически поголовная, и так или иначе она вас стороной не обойдет. Будет это пробег 60 тысяч или 160, это рано или поздно нужно будет сделать. Масштаб беды. Если потек задний сальник коленвала, это примерно 18 тысяч рублей со снятием коробки. Если проблема еще и в поддонах, или просто в поддонах, при уплотнении поддонов стоит 17 тысяч рублей. А если все это вместе сложить, то может получиться все 35. Это просто для того, чтобы избавиться от этих утечек масла, которые вы никак контролировать не сможете. Да, кстати, в случае замены заднего сальника 18 тысяч рублей, это вместе с заменой сальников угловой передачи. В том случае, если установлен 6-ступенчатый Айсин. В нашем случае 9-ступенчатый ЗТФ. Как правило, по этой коробке проблем не бывает, но также могут потеть эти сальники, которые идут на угловую передачу. Если вдруг в них проблема, то на 9-ступенчатом ЗТФ операция обойдется порядка 16 тысяч рублей вместе с заменой. В том случае, если же здесь будет стоить 6-ступенчатый Айсин, замена этих сальников угловой передачи обойдется примерно в 9 тысяч рублей. Но по третьим это еще не все. Есть правый патрубок интеркулера. Опять же, дослался он по наследству от Фрилендера. Он здесь доработан во многих местах, но тем не менее проблемы с ним бывают. В среднем раз в 60-70 тысяч километров. Он либо перетирается в каком-то из мест, либо начинает потеть маслом от того, что резинка начинает давать микротрещины. Либо просто в один момент может лопнуть, и автомобиль поедет в режиме ограничения мощности. Болячка этого очень неизвестна. Его замена на сегодняшний день обойдется в 14,5 тысяч рублей. Патрубок есть только в оригинале. Еще пару слов о коробках. И 9-ступенчатый ЗТФ, и 6-ступенчатый Айсин могут потеть по передней крышке. Эту крышку нужно снимать, ставить на новый герметик и восполнять уровень масла. Причем запутевание может быть до такой степени дойти, что появится откровенная течь. Все это будет стекать на поддон, даже разбрасывать вдоль всей коробки. Поэтому за этим тоже нужно следить. Цена вопроса на сегодняшний день по устранению этой течи или запутевания порядка 5 тысяч рублей на той и другой коробке. Ну и пока мы находимся в районе двигателя, расскажу про навесное, которое в принципе вас не будет сильно тревожить. Это компрессор кондиционера, генератор, ремень генератора, который меняется на 10-м ТО, либо на 130 тысяч пробега. В принципе, все это в основном вас тревожить не будет. Опять же, при проведении регламентных работ на 130 тысяч, кстати, что немаловажно, 10-е ТО по счету, самое крупное, замена ремня ГРМ, замена масла в переднем редукторе, в заднем редукторе, в коробке передач, замена приводного ремня обойдется примерно в 62 тысячи рублей с использованием оригинальных запасных частей. Это вот к слову о том, что каждые 130 тысяч или 10-е ТО нужно будет выложить такую сумму на обслуживание. Ну и заключительный по двигателю источник течи масла – это трубка подачи масла на турбокомпрессор. Обязательно осматриваться при прохождении ТО, и если вдруг замечается эта проблема, то ее замена обойдется в 14,5 тысяч рублей. Штука эта необходима, потому что она подает масло на турбокомпрессор. Кстати, что касается самих турбокомпрессоров на этом двигателе, они крайне беспроблемные. Без проблем выхаживают и 300 тысяч километров, и есть экземпляры Freelander с 400 тысяч пробега. Главное – вовремя менять масло, следить за всеми течами, устранять, и он прослужит верой и правдой. Да, еще одно небольшое отступление по поводу двигателя. Мы сейчас здесь этого не увидим, но на двигателе стоит система рециркуляции отработавших газов, система EGR. Она включает в себя клапан EGR и теплообменник клапана EGR. И тот и другой может выйти из строя. Первый может закоксоваться, забиться в закрытом положении, в открытом положении, неважно. Зажгет на панели приборов чек-энджин, и машина будет ехать в режиме ограничения мощности. Во втором же случае теплообменник также может заклинить, внутри клапан, который расположен, также покажет ограничение мощности на панели приборов. Но второе, из-за чего он может выйти из строя, это течь самого теплообменника и антифриза, который проходит через него. В этом случае его придется менять. На сегодняшний день теплообменник вместе с заменой 52 тысячи рублей, клапан EGR – 38 тысяч рублей. Если эта система герметична и исправна, есть возможность его программно отписать. Но, опять же, это выходный для всех, это выбор индивидуальный. Если вдруг это понадобится, то стоит эта операция на рынке порядка 10-15 тысяч рублей. И теперь плавно перейдем к передней подвеске. Она у нас представлена нижним рычагом, большим, алюминиевым, стойкой амортизатора. Большая стойка. Стабилизатор поперечной устойчивости. И две стойки стабилизатора. Все эти элементы достаточно долговечны, но так или иначе расскажу о том, что и сколько может стоить. Сам рычаг алюминиевый, как я уже говорил. Отдельно саленблоки в нем поменять невозможно. Если выйдет из строя либо саленблок, либо шаровая опора, рычаг придется менять целиком и в сборе. Стоимость на сегодняшний день 32 тысячи рублей в оригинале. Вне оригинале эти рычаги представлены на рынке, но они крайне отвратного качества. Действительно, это прям пресс преувеличений. Стоит в два раза дешевле, но это просто выкинутые деньги на ветер. Они даже по геометрии не подходят. Стойка амортизатора очень-очень живучая, даже живучая, чем на Фрилендере. У нас есть экземпляр, который нас обслуживает с пробегом 300 тысяч еще на родных стойках. Тем не менее, случай выхода из строя амортизатор может быть крайне неожиданным. И на всякий случай скажу про его стоимость. 22 тысячи 500 рублей стоит амортизатор вместе с работой, опять же, в оригинале. Что касается стабилизатора и стойка стабилизатора, ходит все достаточно долго. Стойки стабилизатора от 80 до 120 тысяч. Если вдруг понадобится замена, в оригинале стойка 4000 рублей вместе с заменой, в неоригинальной 2500. Сами привода особо хлопот не доставляют, опять же, если это не механическое повреждение пыльника. Пыльники меняются отдельно, с этим проблем каких-либо не должно быть. Рулевые наконечники, в свою очередь, и рулевые тяги дают о себе знать, но крайне редко. Опять же, на больших пробегах, больших проблем не доставит. Кстати, сама рейка здесь электрическая, никакого бачка обслуживания нету, и она зарекомендовала себя как достаточно надежная и отзывчивая по рулевому управлению. Этот редуктор достался его, опять же, по наследству от фрилендера, и он неожиданно может загудеть. Ни с того ни всего. Связано это с конструктивным просчетом. Так или иначе, вряд ли вас обойдет стороной, если вы будете долгое время владеть. Обычно на пробегах от 50 до 150 тысяч это случается. Переборка редуктора на сегодняшний день порядка 38 тысяч рублей. Если потребуется его замена, то оригинальный и новый стоит 160. То есть разница, в принципе, ощутимая. Идем далее. У нас большой карданный вал идет на заднюю ось. Имеется промежуточный подшипник, обязательно нужно осмотреть его. В нашем случае начинает немножко разбрасывать смазку. Но это не так критично, если нет никакого гула. Переходим к муфтехалдекс четвертого поколения. Она у нас сюда также перекочевала от фрилендера. Муфта, проверенная временем, ставилась на многие производители. И на Вольво, и на группу ВАК. Хорошая муфта, но ее нужно обслуживать. Регламент Land Rover этого не предусматривает. Но это необходимо делать каждые 65 или 70 тысяч километров. Менять в нем масло, менять фильтр. Чтобы не было такого, что масляный насос в этой муфте сгорает. От того, что забивается фильтр стружкой. Более подробно можете посмотреть по видео. Мы поснимали уже ивок с такой проблемой. И на сегодняшний день реанимация Халдекса, в этом случае заменой масла, заменой масляного насоса, фильтра и промывка системы обойдется в 43 тысячи рублей. Далее, задний редуктор, опять же от фрилендера. Опять же, со своей болячкой, что он может внезапно загудеть. Здесь нужно внимательно осматривать сальники полуосей. Чтобы никаких следов запотевания или течи масла ни в коем случае не было. А то бывают такие случаи, когда текут два сальника и масло превращается практически в сгущенку. По регламенту масло в заднем редукторе меняется аж на 130 тысячах, но мой вам совет, если вдруг автомобиль эксплуатируется вне дорог или эксплуатируется мало, хотя бы раз в 3-4 года меняйте в нем масло на пробегах от 30 до 40 тысяч километров. Если вдруг проблема с сальником, какой-то из полуосей, замена сальника обойдется в 3900 рублей. Если понадобится замена масла, она обойдется в 2100 рублей. Переборка заднего редуктора от 20 до 30 тысяч, в зависимости от того, сколько подшипников понадобится для его восстановления. И далее задняя подвеска. Она неубиваемая от слова совсем. Ну, практически. Конечно, убить можно все при желании, но здесь этого желания должно быть очень много. Что чаще всего выходит из строя, чаще всего я говорю про пробеги, опять же, от 80 до 120 тысяч километров, это стойки стабилизатора. Цена вопроса по замене стоек, если в оригинале сопоставима с передними, то есть 4000 – оригинальная стойка, 2500 – стойка по аналогу. В стойке втулки стабилизатора и сам стабилизатор вряд ли каких-то хлопот доставит. Все рычаги и саленблоки на них, ну, практически вечные, как я уже сказал. Единственная проблема, с которой можно столкнуться в процессе эксплуатации по задней подвеске, это необходимый исход развала и регулировки. Если регулировочный болт закиснет вместе с саленблоком внутри и будет с ним проворачиваться, то придется эти тяги спиливать, ставить новые и после этого регулировать развал. Амортизатор, так же, как и передний, опять же, очень-очень долго ходит. На всякий случай по цене 21 500 рублей вместе с заменой оригинальной каждой. Оригинальный вместе с заменой 9 600 рублей. Ну что, по задней части, наверное, все. Из того, что еще можно сказать про весь автомобиль в целом. Например, тормозные трубки, которые подходят к суппортам, шланги. Они меняются раз в 6 лет по регламенту, но по-хорошему хотя бы смотреть на их состояние, чтобы не было никаких грыж. В остальном же про все вам рассказал. Пыльники, шрусы, это, опять же, штука индивидуальная. Если вдруг какое-то повреждение пошло, пыльник меняется отдельно, смазка меняется. Но это все крайне редкий случай. Ну и последнее, что нужно сделать с любым вендровером перед покупкой, это проверить его ошибки. Обязательно почитать коды неисправности, какие есть. Протестируют все системы, в том числе и подогреватель, который стоит справа, дополнительный. Здесь устанавливался в Абаста. Проверить его вручную вряд ли получится, если температура на улице ниже плюс 5 градусов, или автомобиль находился в паркинге, или вовсе теплый. То есть те компоненты автомобиля, которые невозможно проверить вручную, нужно проверять через диагностику. И Land Rover это не исключение. Электронная диагностика даст обширное и полное понятие состояния автомобиля. Даже какие-то мелкие ошибки, неисправности, которые есть в системе, они не всегда отображаются на панели приборов. Поэтому это залог исправного и верно подобранного автомобиля. В том числе по официальной диагностике можно посмотреть оригинальный пробег автомобиля. Если, конечно, его не слушал какой-то профессионал, который сделал это за огромные деньги. И также напоминаю, что у нашего сервиса есть услуга по диагностике автомобиля перед покупкой. Стоит она на сегодняшний день 3600 рублей и занимает до двух часов вашего времени. Вы получаете полную картину о состоянии автомобиля, который вы пытаетесь приобрести. И расчетную смету, которая будет хорошим поводом для торга. А я с вами прощаюсь, друзья. До скорых встреч и пока. Ну что, поехали. Готовясь к этому ролику, я постар... Что-то опять тавтология. Уже забыл опять, что говорил, что нет. Мотору закр... Мотору за... Какая-то хуйня в глаз попрял. И еще немного цифры. Цифры. Блин, как цифры. Цифры. И еще пару слов о коробках. О коробках, мои дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...